Не будем долго оттягивать, давайте сразу начнём. Так, ну вот, такой набросочек у меня получился. Здесь колёсико выбора номеров. Номера, наверное, я не буду ставить, нет возможности. Трубы различные с перегородками. Здесь я хочу на этом месте сделать скважину, возможно. Ещё не знаю, не решил. Ну и различные части тут разные. С заклёпками и с винтами. То есть, давайте теперь начнём уже выполнять в глине. Направление понятно. Итак, раскатаем кусочек глины, возьмём, положим на стекло. Я сейчас, что хочу сделать, сначала отрежу лишнее. Вот так. А теперь я прокатаю структуру. Таким образом, у меня уже будет что-то металлическое. Так. Приложим шаблон. И просто обрежем по этому шаблону. Чудненько. Сразу сравняем края, уголки. И здесь разметим то отверстие, куда у нас будет, в общем-то, заклеиваться держалочка. Так, оттаскиваем. В итоге получили вот такую площадочку, на которой сейчас всё и начнём лепить. Для начала я проверю, какой глубины у меня должна быть эта вся конструкция. То есть, я возьму сейчас свой шаблончик, молд, с которого я и буду всё лепить. И посмотрю сейчас толщину. То есть, у меня будет где-то здесь стоять, согласно рисунку. Шестерёнка. Ну и вот теперь можем, допустим, на двоечку поставить. Разрезать. То есть, я объясняю, почему я с такой бережностью отношусь к высоте. Потому что я не хочу слишком высокую делать. Ну вот. Так. Двойка чуть-чуть высока. Попробуем тройку. Тройка в аккурат. Вот. Вот из тройки я и буду сделать здесь поребрик этот. Сейчас раскатаю. И начну тут выводить. Так как длинную ровную полоску сделать довольно-таки сложно, тут надо прикладать линейку, резать. Ну вот у меня есть такой приборчик, который я сам сделал, да? И помните, наверное, я сейчас просто здесь пройдусь вот так. Сейчас начну окручивать, окучивать. Здесь, прижимая пальцем, можно сделать плавную загибулинку такую. И так пока не обойдем все. Проложим сразу наши трубопроводы. Так. Допустим, пока здесь закончим, поменяем все. Здесь. Старайтесь, чтобы ровненько у вас все было. Аккуратненько. То есть не спешите здесь. Так. И теперь загнем. Тоже. Ровно подражая трубам. Готово. И тут же поставим две заклепочки. Одно. Вот сюда. И второе. Вот сюда. Сделаем в них тут же углубление. Увеличим декоративность. Готово. И с помощью с лица сделаем сразу вот такую красивую гаечку. Или винтик. Так. Вначале мы возьмем кружочек меньшего диаметра. И разметим, где у нас будут находиться отверстия. Я так рассчитывать сильно не стал. Взял вот эту гильзу. И так примерно на одинаковом расстоянии делаю отверстие. В итоге у нас получится вот такой наборный диск. Украсим его еще всякими пимпочками. И возьмем ленточку раскатанную. Смажем гелем. На самом деле на наборном диске никогда не было таких вещей. Это я помню. Но тут особый случай. Здесь стимпанк. Против стимпанка не попрешь. Так. Отрежем. В этом месте, где у нас будет ограничитель. Ну, это аккуратно подошло. И опять запечем. А сами пока пообедаем. Тут у нас в уголочке должны быть такие между собой связанные шестеренки. Поэтому мы здесь их и поставим. в угол. Возьмем потихоньку. Чуть-чуть так. И сделаем еще одну. И здесь поставим. Будет у нас священный зацеп. Ну, а в серединочку поставим винтик. И тоже удекоративим его таким образом. Сделаем то же самое здесь. только половинке. Так. И вот так. здесь просто углубление. Готово. Сейчас мне нужна очень большая шестеренка. Такая вся завитая. Поэтому я воспользуюсь своим шаблоном, который я на своем 3D-дрюкере 3D-принтере сделал. Вот так. Сразу же уже нанесем тут. Берем. Если сразу не удалось убрать, то потом это превращается в маленькую проблемку. Не придется еще раз. Уже так красиво не получится. Как ни старайся. Ну, вот так. И сейчас мы ее оторвем и приложим вот сюда. Здесь она будет по месту. Так. А здесь сделаем такие углубления. Готово. Так. Примерим диск, который вышел из кухни. Он сюда встанет просто отлично. Приклеим его сейчас насмерть. Потому что выступающая часть должен сидеть хорошо. Так. Где у нас? Вот тут внизу у нас стопор. И мы сюда и поставим. Отлично. Просто замечательно. Здесь в пустующих местах промежутках проложим вот такие трубки. Они как бы заполнят пространство и тем самым увеличат декоративность. Гофрированные трубки в этом случае я не стал использовать. Раз я уже начал прямые такие трубопроводы вести. Так я на этом и останавливаюсь. То есть буду прокладывать уже вокруг. наборного диска сейчас и закреплять опять же полосками как бы железа. В довершение ко всему сделаем всякие закоречки вот такие повырезаем. Тут на ваше усмотрение и на фантазию я отталкивался от будильников, часов, механизмов и делаю что-то похожее. мне необходимо это запечь чтобы ровно все легло и красиво. Теперь в заключении давайте сделаем всякие такие закоречки которые я часто встречаю в механизмах будильников и запечем чтобы мы могли наложить и они при этом не деформировались. вот так предварительно выглядит наше изделие теперь начнем накладки делать а там еще посмотрим что дальше с ним делать то есть вот эту накладочку можем смело вот сюда поставить она здесь будет по месту так вот это я сейчас посмотрю может быть где-то здесь прикрепить в этот раз я бы не хотел перегружать деталями это все потому что велик риск что будет детальки отрываться поэтому чтобы избежать я лучше их сделаю поменьше и здесь тоже по кругу я просто продавлю скажем так вот такие сделаю вмятинки здесь вот такие чтобы тоже не делать маленьких бабушек которые быстренько отвалятся есть вот такая квадратная трубочка и я наделаю тоже кое-где поставлю они тоже довольно декоративные будут эти заклепки ну вот так в итоге выглядит чехольчик наш нашлепочка на чехольчик в принципе довольно таки ажурная в то же время мне кажется не совсем перегружена нормально сейчас последний раз запечем и будем красить так как я хочу сделать такую бронзу скажем старую даже не бронзу а латунь поэтому я возьму просто сейчас золото который никакой не золото сейчас пройдем здесь проявляя наши детали с черным оно как раз и получается то что я в общем-то хочу вот такая старенькая латунь я сейчас еще возьму зелененькую красочку и кое-где пройдусь то есть покраска нынче ну очень простая вот у меня есть такая пудрочка сделаем такой оттеночек здесь не переборщить ну и вот такое ощущение латунь уже появилось я думаю может быть все-таки бронза кое-где пройтись еще и сейчас попробуем пройдусь ка пускай она кое-где просвечивается не помешает привнести какой-то дополнительный оттенок будет только интереснее смотреться ну вот все это дело акрил акрил если какой-то лак не знаю нашел у себя запасов сейчас попробуем посмотрим что будет вот в итоге у нас что получилось конечно же я в свое время пытался сделать то же самое из металла вот она слышите то есть на нее у меня ушло три дня здесь четыре часа эта штука тяжелая таскать ее на телефоне практически очень тяжело и вдобавок есть опасность что она будет действовать на прием сигнала поэтому в этом случае я считаю что как раз такой вариант более предпочтительный сейчас мы с вами очень жестко начнем ее вот сюда крепить да потому что я использую сейчас очень уж такая я возьму клеящий пистолет с черной и присобачу сюда сейчас насмерть ну давайте готово так возьмем мой новый мобильничек поставим сюда закрепим все готово мобильное имя мобильное